говорим дальше могли бы мы вернуться наверное уже наверное это сложно для нас вы знаете почему-то из того что люди мне пишут иногда у меня я вижу то что люди мне пишут у них как бы есть ощущение что мы вот люди русские мы приехали в канаду и мы здесь живем и при этом в принципе ничего не меняется то есть вот мы просто как были русскими такая остаемся если через 10-15 лет но помечтаем вдруг да вот в россии стало что-то совершенно замечательно хорошо или на украине или там в казахстане беларусь и вот я приехал туда я как был вот русский так и был ну я же вот сейчас с вами в камеру разговариваю на русском языке же правда на самом деле это конечно не так на самом деле это не так мы сильно меняемся из того что я иногда вижу по комментариям людям там в россии зачастую довольно может быть странно слышать то что я говорю потому что ментально мы уже видоизменены мы уже смотрим на какие-то вещи определенно совсем по другим каким-то углом мы воспринимаем какие-то события иначе и его даже когда я приезжал уже в последний раз в россии когда мы разговаривали с родственниками было видно что мы уже по разному мыслим да то есть вот я там говорил о том что заходишь там в какой петровский пассаж а там платный туалет да там в этом магазине там в каждом магазине все что продается стоит 100 долларов и у вас нет человека посадить этот туалет и мне говорили родственники ну как ты не понимаешь почему кто-то должен платить за чужой туалет это ты идешь туалет тебе надо достать эти 10-15 копеек там или сколько вам это я не знаю стоит и отдать но ребята я не знаю для нас это уже выглядит довольно странно поэтому вот вы знаете мы конечно сильно меняемся и вы уже даже глядя на меня сейчас каждый не сергей ты наверно уже не совсем тут русские да то есть знаете мы недавно были на праздник the russian day так называемые то есть был по-моему это был праздник посвящен дню независимости но судила не в этом была разная реакция на этот праздник вообще не тоже кто-то считал что какой-то такой прокремлевское действие организованное там чуть ли не из москвы и так далее нам честно говоря было это все равно потому что мы уже проявляем к политике гораздо меньше и в общем-то интереса мы женой просто пошли потому что мы люди русские мы хотели посмотреть на русских мы хотели вот побыть среди среди своих учитывая что мы живем в городе оквилла это такое белый канадский город тут вот вокруг нас в принципе вот я сейчас сижу у себя на бекярде видите на своем дворике разговариваю у меня слева справа от меня соседи я уверен что никто не не полбеса не бельмес и не понимает из того что я говорю и вот мы приехали на этот праздник и вы знаете ну вот уже почти 20 лет в канаде и мы в тот момент себя вот действительно как-то почувствовали что мы русские среди русских понимаете вот мы среди своих может быть нам не все нравилось но вот помните я говорил о том что мы уже другие там люди ходят с красными флагами у кого там платочек какой-то российский у кого-то там значок и так далее но ты никогда не знаешь скепти имеешь дело потому что эта девушка может идти там с англоязычным парнем допустим поэтому нет ты не знаешь как обратиться и поэтому со стороны если бы кто-то вот если бы вы смотрели бы со стороны это было бы очень забавно потому что ты идешь видишь что перед тобой идут ребята на них там российские флаги но ты не знаешь как они отреагируют а ты говоришь а я и они говорят это вот это вот так вот русские разговаривают между собой когда у нас дочери наши приезжают даже если приезжают без своих без мужа вы старшая 2 без своего бойфренда они оба у нас англоговорящие мы зачастую даже вчетвером я жена и двое наших дочерей которые говорят прекрасно русском языке половина мы говорим на английском языке потому что им так уже легче они с утра до вечера на работе везде со своими ребятами где там они трудятся они естественно с утра до вечера говорят только на английском языке поэтому просто проще особенно для младшей для нее это уже русский язык скорее второй язык чем 1 поэтому и конечно меняемся и вот сейчас допустим приехав в россию я думаю что я думаю что я бы уже себя чувствованы они свои тарелки вот я когда возвращаюсь вы знаете когда мы едем отдыхать куда-то в америке мы себя чувствуем совершенно так как будто мы находимся в канале никакой разницы в машина недавно были и говорит ты знаешь вот но никакой разницы для нас абсолютно нет мы говорим с акцентом но нас акценты понимают что в канаде что что в америке без разницы совершенно а вот когда мы едем куда-то отдыхать там в мексику допустим или там в доминикану или ты где вы там были еще знаете мы с какой-то такой теплотой приезжаем к себе в канаду домой да вы господи какое счастье какое счастье что вы живем в этой замечательной стране вы знаете в канаде иногда себя приходится как-то заставлять обращать внимание на какие-то вещи мы привыкли к тому что в канаде всегда очень чисто опять же не во всех районах то есть вот я не хочу что меня там поняли привратно что-то сергей вот расхваливаешь канаду и вот она такая замечательная конечно я больше говорю о там где я живу то есть канада в целом очень очень чистая страна вот вы пойдете по улице вы там не больно увидите какие-то бумажки хотя при этом конечно есть грязные районы не без этого безусловно но хорошему чем быстро привыкаешь и вот это вот интересная вещь я когда вот опять же не в критику не хочется мне критиковать но когда я был в россии знаете смотришь вот где-то что-то в бросается мусор как ты причем люди при тебе это бросают и как бы считают что это совершенно нормально если это какая-то урна то мужики когда бросают эти окурки они почему-то плюют вокруг нее и все это вот имеет такой заплеванный какой-то вид чего в канаде нет я вот этого не вижу здесь никогда и ты знаешь вы знаете это начинает как-то очень царапать глаз ты думаешь подожди подожди я вот в канаде все это как бы чистенько аккуратненько красиво цветочки везде и ты не обращаешь на это внимание вот когда стоит тебе уехать куда-то в сторону и увидеть разницу ты бишь о подожди даже стоп 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 но на что-то ребята не так выглядит как у нас это совсем не так выглядит вот опять же если бы это все изменилось бы в лучшую сторону мне кажется это наверно все таки не главное самое главное я вот на первое место поставил бы это вот отношение какой-то очень человеческое людей по отношению друг другу в канаде вот я бы поставил для себя это первый на первое место это это поверьте мне это вот какая-то совершенно чудесная и вы знаете этот вопрос также задала на жене я бы суши вот меня тут спрашивали попросили записать видео о том при каких обстоятельств мы могли бы с тобой уехать обратно же жить в россию и она конечно рассуждала по-женски она так искала сергей а в первую очередь конечно мать жена то есть я женщинам поэтому мне хорошо там дема темы там где хорошо моим детям наши дети уже здесь настолько уже пустили корни особенно младше я не раз уже говорил о том что мы привезли было восемь лет она у нас в общем-то процентов на 70 канадка нежели русская понимаете то есть приехать ей в россию я думаю что я маловероятно она не читать писать уже толком не у нее не у нее не умеет старшая ее сестра наша старшая дочь тоже конечно не поедет в россию потому что муж ее канадец и делать это по большому счету нечего ему тем более он языка не знает нисколько она учит каким-то словам но такие слова какие-то забавные там хрю-хрю почему-то не знаю зачем удалось что-то дурачиться короче говоря вот а больше кроме хрю-хрю ничего особенно конечно и не знают опять же сравниваем допустим канаду и россию украину я посмотрел как проходит например выбора да ну мы уже говорили на эту тему не хочу повторяться здесь выборы это это святое вот я пойду проголосую поставлю там свою галочку мне даже в голову не придет что там кто-то будет подменять мои голоса и так далее насколько я вижу вот из того что я вижу видео там допустим в интернете в россии пока и насколько я понимаю в украине на все это существует все-таки тем не менее а вообще я хотел бы сказать что мы вот все национальности бывшего советского союза я считаю что мы как-то мы мне кажется очень какие-то способны очень талантливые народности и я считаю что это стыдно в каком положении люди живут сейчас там потому что в принципе при богатства в той же россии например да при интеллектуальном развитии у нас помните в советские времена чуть ли не каждый второй имел высшее образование мне кажется что народ мог жить на порядок лучше может быть даже гораздо лучше чем в канаде или в тех же соединенных штатах по крайней мере как раз к по природным ресурсам россия колоссально богатая страна и в общем то все что нам мешает хорошо жить в россии или на украине кажется это наши вот просто какая-то бестолковость это вот это вот коррупция и так далее знаете кстати говоря о коррупции я заметил такую вещь когда говоришь о том что в канаде нет коррупции то есть какой-то определенный псило психологический фактор люди мне пишут сергей коррупция есть везде она есть везде она есть канаде она и соединенных штатах это вы просто не знаете я говорю ребята но я вот уже без мало 20 лет в канаде мне ни разу никто даже не намекнул что я должен кому-то дать взятку вот не было ни разу понимаете никогда но сергей вы знаете если вам не дают взятку или вы не берете взятка это не значит что к коррупции не существует она существует просто вы с этим как бы не связан я гребят но я риэлтор да я вот постоянно работаю с людьми которые мне делятся там что у них происходит и они также как я живу в стране 10-15 там 20 лет не слышал я чтобы кто-то где-то кому-то чего-то совал я слышал разговор о том что индусы там покупают права там где-то чего-то про просовывает не знаю что им это дает ну как говорится дай бог им удачи большой да а так принципе они связаны мне показалось что вот этот феномен отрицание он связан с тем что когда ты мне говоришь что у вас в канаде хорошо а у нас плохо то мне обидно поэтому я найду для себя какой-то защитный механизм я буду говорить что у вас тоже коррупция есть у вас нет коррупции да есть сергей ты просто не знаешь об этом ну чё ты взятки не даешь так это не значит что другие не дают ты взятки не берешь но другие берут а ты говоришь что среди вашего вот как бы население среди людей которых ты знаешь нет коррупции ну значит она есть высших эшелонах власти и так далее вы знаете наверное я наверное я все-таки с вами соглашусь наверное она есть она по-моему насколько я понимаю в канаде не существует на бытовом уровне вы не сможете дать взятку полицейскому но в лучшем случае если девушка красивая она там полубается он ее простит в это я могу поверить то что он возьмет у нее 100 долларов нет не могу зарплаты 100 тысяч долларов брать 100 долларов для того чтобы потерять работу но это надо быть вот совсем придурка правда не верю в это если коррупция на в каких-то высших эшелонах власти тоже не очень верю что на уровне там премьер-министра там министров чтобы они там какие-то откаты брали думаю что нет если есть какие-то коррупции на уровне вот бизнесов где-то получить какой-то государственный заказ там лечит в это я наверно пожалуй могу поверить с этим я наверно могу согласиться да наверное то есть единственное что я могу сказать что вот из того что я пока увидел в россии на украине мне кажется что там вот эта коррупция она процветает и она там вот как бы чуть ли не поощряется то есть я например когда приезжал в россии что мне не понравилось у тебя вроде взятку не просят у тебя и не просят но ты приходишь и говоришь знаете мне нужна там какая-то справка замечательно приходите через две недели ребят но я приехал из канады да то есть ну надо мне как по возможности как побыстрее я уезжаю через неделю не получится ли через день депли ничего страшного мы ничего не сделать не можем приходить через две недели и ничего тебя не просят но ты уже приходишь думаешь блин ну надо что-то с этим делать да ну и ты начинаешь уже вот вот это самое ужасное что людей приучают вот этой коррупции и ты самый дешевый предлагать вот это вот это безобразная совершенно вещь в канаде например если не нужно сделал канадский паспорт и мне нужно быстрее я просто приду заплачу немножко дороже и мне сделать его там в два-три раза быстрее вот и все а там ты уже вроде не вроде не просят но ты приходишь и же ребят девочки ну дай сколько там 50 100 долларов давайте я вам дам так скажу там сделать и вы знаете все сделают и все сделают и сделать за два дня еще спасибо скажет и руку пожмут вот это в канаде близко нет и самое главное что есть если вот как мы говорили что есть какой чиновник там попался на взятки поверьте мне это будет очень и очень печально для него история это закончится очень плачевно человек вылетит с работы а самое главное что потом будет устраиваться на работу куда угодно тяжело и а есть уж говорит там о какой политической деятельности баллотироваться где-то у тебя уже везде будет написано парень извини ты попался иди сюда ты уже больше нигде работать у нас не будешь и избираться тоже мы русские украинцы и все народности бывшего советского союза мы очень талантливые очень способные нации вы знаете не хочу там выступить в качестве какого-то расиста но когда живешь в канаде видишь большую разницу в ментальном развитии в интеллектуальном развитии между русскими и индусами там бангладеш какая-нибудь шри-ланка и так далее ну чё там мы будем говорить откровенно поэтому мне всегда двойне было непонятно если как вы знаете как моя матушка всегда говорил если такой умный то почему такой беды вот американцы очень богатые понимаете они как-то свои мозги умеют поставить так чтобы сделать всем полезно и хорошо и при этом кучу денег заработать у нас там пока психология такая давай я украду положу себя в карман и вроде я всех обманул а потом выяснилось что мы все обманули друг друга вот как бы все а в первую очередь не друг друга обманули самих себя в общем-то правильно друзья надеюсь я ответил очень полно ответил на ваш вопрос как вы поняли из моего ответа скорее всего бы никуда уже не поедем мы уже совсем не те русские дети даже уже здесь пустили корни мы привыкли к этой стране она нам нравится я его я очень люблю канаду и не стесняюсь об этом говорить не испытываю ненависти к россии но канада мне очень близко и очень любимая мною страна да кстати тут мне говорили вот тут какой-то комментарий писали о том что мы занимаемся пропагандой мы пропагандируем канаду вы знаете пропаганда мне кажется такая вещь когда ты что-то кого-то уговариваешь ради какого-то личного интереса да вот ты должен что-то получить за то что ты человеку уговорил от того что я сейчас сам это все говорю про канаду которая мне нравится про страну которая люблю я не доллара не два не полно не я получу то какие-то доллара за просмотр этого видео но это пожалуй все поверьте мне свое драгоценное время у меня много работы я бы не стал бы тратить за то чтобы заработал какие 30 или 40 долларов в месяц на просмотрах этого видео это все до сегодня как всегда приглашаю подписываться на мой канал всего вам самого замечательного и до следующего видео пока а солнце твоё свете Ты пока ходишь по плацам, Едет пока звёзда горит, Надо одеть рядом с тобой. Одеть рядом с тобой. Одеть рядом с тобой. Одеть рядом с тобой.